Всем привет! Начнем с самых азов, прям вот с самых-самых-самых, как регистрироваться. И дальше пойдем дальше. Даже я нашла ответ на Лилин вопрос, она мне вчера задала про телефоны. В конце я вам поставлю одно шикарное видео, где я думаю, что ответ на этот вопрос Лили и все получат. Вот. Так, начнем. Представляться, думаю, уже. Ну ладно, новенькие пришли, кто не был с утра. Меня зовут Мария Скляенко, я менеджер компании iClaim, спикер данного проекта. Сегодня у нас тема – это фишки рекрутирования или работа в Инстаграм. Все взяли блокнотики с ручками, взяли телефоны в руки, чтобы научиться, как же мы будем работать в Инстаграм. Так как метод быстрый, реальный, научиться можно каждому просто немного посмотреть, попробовать, и все обязательно получится. Что у нас такое Инстаграм? Ну, все уже знают, это бесплатное приложение для обмена фотографий и видеозаписей с элементами социальной сети. Также мы там можем общаться и сообщениями, позволяющие снимать фотографии, видео, ставим там все, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и от других социальных сетей. Мы можем связывать аккаунты и распространять их. Вот, видно, да, почты? Я думаю, что много раз… Хорошо, без заминок я не могу, но ничего страшного. Много раз уже все показывали, Галя рассказывала об этой фишке, что можно создать одну почту и все аккаунты к ней присоединить, грубо говоря. Так, вот смотрите, мы создаем почту в Яндексе. Напишите плюсики в чате. Все умеют почту в Яндексе делать? Или стоит это тоже показать? Ну, думаю, что это очень просто. Умеем, да? Вот мы создали почту. Обязательно в почте мы ставим точечку, это будет потом очень важно. И дальше у нас все отклики будут приходить на почту, но в разных аккаунтах Инстаграма мы можем ставить почты, меняя только окончание. Видите, да? Здесь у нас получается. Лучше даже две точки. Вот, опять что-нибудь я сейчас новенькое узнаю. Я так понимаю, что потом их можно на два тире, что ли, сменить? Ну вот, две точки, одна точка, вот тут вот, видите, да? А, все, поняла. Можно, да, три слова и будет потом все, дошло. Меняем окончание, видите, что ру, ру, ком, да, здесь у нас Белоруссия, Казахстан, Украина, уару, народ.ру. А все отклики будут у нас приходить на новую почту. Дальше. Мы наши точечки можем сменить на тире. Если одна точка, то у нас мы меняем на одно тире. Если будет две точки, соответственно, мы можем сначала одну точку на тире сменить, потом вторую точку на тире сменить и так далее. И все-то так же, ой, тут даже я окончание поменяла. Но это, в принципе, думаю, уже ни к чему. Но все равно вы поняли суть, что меняем точки и так же у нас, в принципе, с разными окончаниями получаются разные почты. Отклики, все так же, не отклики, а смена пароля, подтверждения, все так же приходят у нас на одну основную почту, которая у нас здесь выделена зеленая цена. Дальше мы можем в конце подписывать, видите, да, тире 1, тире 2, тире 3, тире 4, тире 5, тире 6 и так до бесконечности. То есть мы можем одну почту использовать бесконечное количество раз. Если изначально мы там находили, что 28 раз, то сейчас бесконечное количество, можете создать одну почту. И, в принципе, наши аккаунты, которые нам для инстаграма нужны будут все присоединить к одной почте. Это будет очень удобно. Раньше, если у нас были такие просто талмуды почт, когда мы начинали работать на авито, на досках объявления, то сейчас мы пользуемся одной почтой. Это реально работает. Это можно использовать для досок объявлений и для других социальных сетей. Вот, думаю, это всем понятно, как мы можем почты. Можете себе переписать, кто еще это не знал, застринить, и все будет здорово. Дальше. Что мы делаем? Мы открываем инстаграм. Вот я путаюсь еще с этой страницей инкогника. Не подготовилась я таким образом. Вот, получается, что мы открываем дальше инстаграм. Все открываем у себя на компьютере пока, а потом будем учиться на телефонах. Что мы сейчас делаем? Мы будем регистрироваться. Вводите просто. Можете вводить сразу www.instagram. Или же просто напишите в поисковой ленте инстаграм, и у вас выйдет сразу эта программа. Нам нужен электронный адрес, но он у нас уже есть. Даем любой из этих, да? Просто главное у меня уже зарегистрировано, поэтому я беру второй. Вот, мы вводим электронный адрес. Дальше мы вводим. Я ввожу, в принципе, всегда свое имя, фамилию. Вы прямо сейчас параллельно тоже делаете себе страницу в инстаграме. Дальше мы создаем логин. Логин мы создаем таким образом, что мы меняем только цифру. Вот у меня уже, у меня логин, я делаю работа моя, у меня 10 на этот логин есть. И сейчас я пишу, так, извиняюсь, планерка закончила запись. У меня прям сегодня все фантастически. Пишу 11, и получается, что когда мы будем переходить с аккаунта на аккаунт в компьютере, нам нужно поменять только циферку, и все. Остальное даже в компьютере, сохраненный пароль, его менять не нужно. Пароль мы тоже везде пишем одинаковый. И нажимаем регистрация. К сожалению, это имя пользователя уже используется. Вот прям чувствую, что это я просто где-то забыла точно. Как раз я проводила тренинг и страницу, такое уже дело. Работа моей 12. Значит, вот сейчас только вспомнила, что у меня есть еще одна новенькая страничка. Надо ее тоже, в нее зайти и сделать. Все, мы зарегистрировались в инстаграме. Что мы видим? Видите, что пока профиль у нас пустой. Нам нужно добавить фото профиля. Мы это тоже можем сделать с компьютером. Нажимаем добавить фото. Сейчас у меня где-то на рабочем столе 100%. Ну, конечно, такой бардак. Ну, вот. Ставим фото профиля. Вы тоже можете сейчас... Ладно, криво встала, потом с телефона я немножечко поправлю. Вот. Все, оно у нас ушло. Оно у нас уже на профиле. Некрасиво же. Ну, ладно. И что мы здесь еще можем сейчас сделать, это редактировать наш профиль. Что мы здесь видим? Видите, да? Я нажала редактировать профиль. Получается, у нас Мария Скоренко, имя пользователя у нас здесь, веб-сайт. Изначально я здесь ничего не пишу. В статусе мы пишем какой-нибудь нейтральный статус. Например, там, всем хорошего настроения, чтобы... Ну, чтобы у вас страничка была не совсем пустая. Электронный адрес у нас здесь стоит, номер телефонов. В принципе, нам не нужен. Так. Пол можно указать. Дальше, что мы здесь еще можем посмотреть. Сменить пароль можно здесь. И выбрать, видите, да, что электронные письма будут вам приходить. Можно, в принципе, убрать, чтобы вам не приходили электронные письма от Инстаграма. Но я не убираю, они меня... Телефон мне нужно, Лиля, указывать. Это будет, я говорю, я в конце скажу еще о телефоне. Телефон по регистрации мы не указываем. Просто бывает иногда ситуация, что он запрашивает Инстаграм. Инстаграм запрашивает телефоны, и я вам потом видео включу. Как можно бесплатные номера для Инстаграма гребать. Вот, конечно, я нашла это видео у Яны Бельской, нашей любимой. Все, настройки мы сохранили. Профиль сохранен, да? В принципе... А, что-то у меня убралось о себе. Вот, Катарина, я потом... Ну, у меня не требовало, но я потом в конце включу видео бесплатные номера телефонов для Инстаграма. И, в принципе, на один телефон, даже на свой, на обычный, вы можете подтвердить 10 страничек в Инсте. Поэтому в этом нет ничего страшного. У меня, вот, например, ну, у меня старенькие страницы, они не спрашивали. А видео я нашла и включу в конце, чтобы сейчас не отвлекаться. Что-то у меня не сохранился мой статус. Все, должен уже сохраниться. Видите, статус появился. Все, что мы еще можем сделать? Телефон с компьютером. Ну, давайте немножко разберемся. Когда вы нажимаете вот на этого человечка, у вас открывается ваш флот. Нажимаете на сердечко. Здесь пока ничего нет. Но потом, в будущем, когда вы будете работать с этой страницей, у вас здесь будет показываться, кто на вас подписался, кто вам поставил классы и комментарии к вашим фотографиям. Космос это у нас, компас, я его называю. Это интересные люди. Вы, в принципе, тоже на них можете немножечко подписаться. И нам нужно сейчас подписаться, чтобы были люди. Вот смотрите, как мы находим. Нам изначально нужно сделать 50 подписок. Вы это можете сделать тоже с компьютером. Например, открываете в интересных людях кого-то. Или также вы можете вот здесь найти по хэштегам. Например. Можете либо здесь вот открыли в интересных людях, нажали попас, открыли кого-то и заходим в подписчики. И здесь подписываемся. Я, в принципе, сильно так не смотрю, на кого я подписываюсь. Это я подписываюсь для того, чтобы у меня были подписки, так как мы знаем, что мы работать можем в Инстаграме начать активно, только когда на нас будет подписано 100 человек. Вот видите, я подписываюсь. В принципе, пока профиль пустой. Мало кто на вас будет подписываться. Но я просто вам показываю, как это делать с компьютера. А делать публикации мы уже будем учиться с телефона. Так как на компьютере мы можем делать подписки, можем делать лайки, установить главное фото. Но мы не можем делать публикации и не можем читать директ. Вот. Если мы нажимаем наше слово Инстаграм, то здесь у нас будет лента. Но сейчас она у нас пустая. Видите, что подписывайтесь на аккаунты, чтобы видеть фото и видео в вашей ленте. Что мы еще можем сделать? Сейчас я тоже покажу, раз уже демонстрация экрана, что мы делать можем с компьютера. Смотрите, открываем. Например. Да что ты? Кэштег ставлю. Кулинария, да? Ну, паблик какой-нибудь. Нет, в принципе, кулинария мы просто можем здесь найти. Не туда меня понесло. Открываем кулинария. Мы можем также с компьютера оставлять. Потом уже в будущем, когда у нас 5 дней страничка будет, оставлять здесь, ставить классы, подписываться, оставлять комментарии. Первые 5 дней мы со страницы не работаем. Я просто вам показываю, как это делать с компьютера, потому что многие привыкли и умеют делать с телефона, а с компьютера тоже, в принципе, все можно делать. Видите, да? Да, что ищем кулинария, также подписываемся, также заходим в подписчики, подписываемся здесь. И еще мы можем с компьютера очень удобно работать лайками. Мне почему-то с компьютера нравится лайками работать больше, чем с телефона. Ищем, например, такой хештег. Он мне так понравился, что я его теперь на примере всегда всем показываю. Мама спит, она устала. Нам важно, чтобы хештег был довольно-таки редкий. Почему? Потому что те хештеги, которые, например, там, дети наше счастье, дети наше радость, там, мой сынок, вы же прекрасно понимаете, что мы их очень часто используем в своей работе. И, соответственно, на популярных хештегах очень много уже таких, как мы. А нам нужны такие редкие хештеги. Вот, например, мама спит, она устала. Всего тысяча публикаций. Для Инстаграма это очень мало. Заходим мы в эту демонстрацию. И вот, публикации. Здесь, честно могу сказать, больше обычные люди. Видите, да? Лучшие публикации. Новейшие. Но я обычно открываю новейшие, а лучшие публикации. Их там маловато. И смотрите, как я делаю лайки и подписки. У меня, сейчас я это не могу, конечно, показать, но я думаю, вы поймете. Одна рука у меня стоит на мышке, и ей я ставлю классы и подписываюсь. А вторая рука у меня стоит на стрелочках. Все знают, что на клавиатуре есть стрелки. И получается, смотри, стрелку я нажала, класс поставила, подписалась, снова стрелку нажала. Я, получается, работаю сразу двумя руками. И это очень удобно. Вот Лиле я тут показала. В принципе, ей тоже по душе пришлось. Потому что я очень долго думала, как работать с компьютером. Где-то я работаю с телефона, а думаю, ну неудобно мне лайки ставить с телефона. И я нашла вот такой способ, что двумя руками я сразу убиваю рук зайцев. Да, я и на стрелочке нажимаю. Можно, конечно, переводить стрелку, мышку и нажимать здесь, но можно это делать только мышкой. Мы можем на кого-то подписаться, на кого-то просто лайк поставить. Это опять же идет смена деятельности, и нас... Ну, вы знаете, что если мы будем постоянно делать одно действие, то нас могут быстро заблокировать. Вот, в принципе, что мы можем делать с телефона. Ой, с компьютера, еще раз повторюсь, мы ставим фотографию главную с компьютера. Мы заходим в «Редактировать профиль», мы меняем статус. Меняем там настройки всякие, подделываем. И мы можем лайкать. Удобно очень, как я уже объяснила. Все поняли, да, одна рука на мышке, а другая на стрелках. Вот, и также мы можем подписки делать с компьютера. Мы не можем загружать публикации и заходить в «Директ». Поэтому телефон нам в любом случае все равно с программкой нужен. Лиль, я ставлю после пяти дней. Не знаю, уж правильно, нет, но я как бы ставлю нейтральный статус, а ссылку на «Контакт» я ставлю уже после пяти дней работы. Еще внимание, если вы регистрируете аккаунты в программе «Инстаграм» с телефона, то вы можете зарегистрировать с одного устройства десять страниц. А вот если вы будете регистрировать, вот как я сейчас показала, с компьютера, то можете также, если у кого нет компьютера, то с браузера в телефоне вы можете регистрировать просто огромное количество до бесконечности страниц в «Инсте». А если с программы мобильной, то только десять страниц. Все, в принципе, на компьютере мы больше ничего такого не делаем. Выключаю я видеопоток, то есть показ экрана. Очень уж мне непозручно, так как я не умею им пользоваться. Делаю первый раз, наканчиваю трансляцию и перехожу к своим слайдам. Дальше я буду вас учить, что мы делаем с телефона. Так, сейчас я открою нужный слайд. Также с телефона, в принципе, мы можем регистрироваться, точно так же, как с компьютера. Но я говорю вот с этой программки. Все установили. Напишите плюсики, у кого есть на телефоне программа «Инстаграм». Кто готов сейчас вместе со мной уже по слайдам, плюсики поставьте. Ну, думаю, что у большинства есть эта программа, и многие уже умеют регистрироваться, но, тем не менее, я расскажу это для тех, кто еще не знает. Скачиваем программу в «Поймаркете» или в другой, там, на «Айфоне». Не помню, как называется, в этой истории или как-то. В общем, скачали программу, заходим в нее. Нажимаем. Все, побежала по слайдам. Нажимаем «Зарегистрироваться». Выходит у нас… Вот такая картинка будет, когда мы уже просто будем… Если у нас уже есть аккаунт, а чтобы зарегистрироваться, мы нажимаем «Зарегистрироваться», и у нас выходит вот такая табличка. Мы вводим нашу электронную почту, они у нас уже готовы. Помните, да, что окончание меняем, точечки на дефисы, дефисы на точечки и так далее, и вводим электронную почту и нажимаем «Далее». На электронную почту у нас выходит письмо. Сейчас вот, кстати, я не стала приходить на электронную почту, когда зарегистрировала аккаунт. Забыла вам это показать на демонстрации. Вам приходит на электронную почту письмо, и вы как, в принципе, именно когда вы регистрируетесь на сайте iClane, переходите в нем по ссылке. И, в принципе, все, и ваш аккаунт уже подтвержден. Нажимаете кнопку «Далее». Что-то я не туда. Нажали кнопку «Далее», у нас открывается вот такой аккаунт. Что мы можем здесь сделать? Мы точно так же нажимаем на фотографию, меняем главное фото. Видите, нажимаем, получается у нас новая фото профиля. Можно импортировать фото из Фейсбука, если аккаунты связаны, но я связалась со своими только аккаунты, которые у меня личные. С аккаунтом в Инсте я связала личные аккаунты, только те запуталась. В общем, тот аккаунт, который у меня для брендирования, с ним я связала. С остальными я не связывала. Ну, как бы, не нужны мне друзья, которые у меня на личных страницах, на рабочих страничках, чтобы никто нигде ничего, да? Не все мои друзья разделяют мои увлечения, и поэтому я как бы не зову на свои рабочие странички моих друзей. На основной странице я врунгилаю это все, они прекрасно следят за мной, но на рабочие не зову. Вот, устанавливаем новое фото. Видите, что я уже здесь поставила статус, видать, тоже показывала вам, когда установила. Фото мы установили, это все очень просто. Мы с галереей загружаем, и все, нажимаем редактировать профиль. И здесь, конечно же, ну вот, здесь у меня уже стоит рабочий статус, но сначала лучше поставить нейтральный, потом через 5 дней уже ставим рабочий статус. Также через 5 дней я ставлю ссылку на контакт, потому что во многих объединениях я пишу ссылку в профиле. Вот Катарина пишет Кудякова, что она ставит ссылку на контакт сразу, и думаю, что в этом тоже нет ничего страшного, я просто немножко перестраховываюсь. Вот эта табличка у нас исчезнет, когда мы подтвердим аккаунт на электронной почте, также меняем пол, и в принципе все. Видите, да, что я тут показала, что вот я говорю, тот, который аккаунт у меня для брендирования, мы можем связать его с аккаунтом ВКонтакте и в Фейсбуке. Нужно зайти в настройки. Настройки у нас находятся вот в этой точечке, вот в этих точечках. И когда нажимаешь, то там у нас выходят настройки, и мы можем связать аккаунты. Про брендирование я тоже в конце еще расскажу, как с инстаграм. Мне кажется, это вообще самый лучший, наверное, сейчас социальная сеть, самая лучшая, которую можно легко брендировать. Мне как бы удобен контакт и инстаграм. Конечно, буду изучать еще другие. Что дальше мы делаем? Мы делаем публикации. Первый день аккаунта мы делаем две публикации. Первые пять дней мы будем делать только публикации, подписки и лайки. В принципе все. Мы нажимаем, мы загружаем, конечно же, свое фото с описанием. Обязательно ставим описание и обязательно добавляем к хэштегу. Что такое хэштег? Это такая маленькая ссылочка. Впереди мы ставим решетку и потом слово. Видите, например, работа, бизнес, работа в декрете. И вы видели, когда в поиске мы вводим решетку и слово, как я вводила, мама спит, она устала. У нас выдают все публикации с этим хэштегом. Поэтому хэштеги к своим публикациям мы ставим обязательно. Просто обязательно. Все, мы публикацию сделали. Сохранили. Первые пять дней мы ставим публикации, но желательно только свои фотографии. Да, 30 штук максимум хэштегов. Также потом мы будем еще загружать. Вот, типа таких фотографий. Их очень много в сети. Это работа онлайн, это быстро, очень удобно. Домашний бизнес. В общем, какие-нибудь фотографии с описанием работы. Ну, не с описанием, а то, что мы здесь предлагаем работу. И также, конечно же, с предложением мы также можем писать статусы, как ВКонтакте, чтобы нам ставили плюсики, и мы будем им уже писать. Кто-то пишет, чтобы писали электронки. Я обычно пишу, что отвечу в Директ. Мне удобно, в принципе, общаться с людьми в Директе. Единственное, в Директе не проходит ссылка. Об этом я тоже дальше скажу. Дальше. Что такое хэштег? Я уже сказала. Видите, да? Что я не буду это все читать, этот полмут. Это просто маленькая ссылочка. Сейчас я вам спину. Так, никто. Вот. Не помню, кто. Боюсь ошибиться. Мне кажется, в Директе не банят. Меня не банили еще. У меня вообще, Катарина, честно, ни одну страницу еще не забанили в Инстаграме. Пароль просили менять, но в Инстаграме не забанили. Вот я вам скидываю. Мне кажется, Алена Попова делала эту ссылку. Я думаю, что она будет мне против, если мы все будем ей пользоваться с удовольствием. Это ссылка с хэштегами. Также вы можете, ну честно, введите в интернете просто популярные хэштеги. И у вас выйдут все хэштеги, которые можно использовать. А так, Алена вот собрала в одно место хэштеги. Если ошибаюсь, перешла на комп. Если ошибаюсь, могу ошибиться, но мне кажется, Алена, либо Катя, либо Алена, либо Катя Асовского, либо Алена проводили нам тренинги и давали нам эту табличку с хэштегами. Хэштеги это очень удобно и можно использовать не только в Инстаграме, их еще используют популярно очень в ВКонтакте. Поэтому хэштегами обязательно пользуйтесь. Это маленькая ссылка, которая проведет на вас. Чем у вас, знаете, вот когда фото только опубликовали, даже первое фото на странице в Инстаграме поставили хэштеги. И вы видите, что к вам уже начали люди подписываться. Так вот, они к вам переходят именно с хэштегов. Вот. Все записали программку, я сейчас себе скопирую. Let's Так. Вот еще одна сегодня. Я сегодня уже столько новых программок себе отметила. Специально скопировала. Вы тоже все перепишите себе на листочек. Очень удобно хэштеги делать. Но я, честно, все хэштеги сохранила себе в заметке на телефоне. И так как я больше работаю с телефона, я ими пользуюсь там. Ладно, пойдем дальше. Так. Дальше что мы делаем? Публикации сделали. Просто эти скрини сделаны, когда еще публикации не было. Нажимаем три точечки и спускаемся вниз. Там есть добавить аккаунт. Добавить аккаунт. Что это? Это мы можем к одной программке Instagram в телефоне присоединить пять аккаунтов разных. Соответственно, переходить просто очень легко, не вводя пароли. Я вас сегодня еще в конце научу, как сделать 15 страниц аккаунтов на одном телефоне. Но надо об этом дальше. Дослушайте до конца, точно узнаете. Галина не очень поняла, будет в красном квадрате белое сердечко с решеткой. Напиши, что это такое. А, все, поняла. Программка так будет выглядеть. Все, понятно, спасибо. В общем, мы нажимаем добавить аккаунт и потом вот здесь, видите, стрелочка, мы сможем переходить по нашим аккаунтам очень легко и быстро. Да, Галя, я поняла тебя. Дальше. Вот. То, что я показывала на компьютере. Нажимаем лупу, включаем «Мама спит, она устала». Ну, пишем или какой-то другой хэштег. Выбираем «Не очень популярный». Мы можем написать, например, просто «Мама спит» и выбрать, ну, не такой популярный. Там просто бывают хэштеги, например, там 500 тысяч хэштегов на это слово. Ну, тут сразу видно, что где-то вот мы уже, наши вот онлайнщики, поработали и постоянно в это шпают. Потому что мы как, хэштеги скопировали и поставили, в принципе. Сильно-то и не меняем их, если только немножко. Поэтому сильно популярные публикации, где много, вы не используете для лайков. Смыслом просто нет. Мы, конечно, будем пиарить странички наших коллег, в Айфлейме все коллеги, даже независимо от группы. Но нам-то нужны обычные люди, нам нужно найти обычных людей. Все, открываем эти публикации. Вот, да, я первая открыла, и у нас выходит публикация. Мы открываем каждую фотографию, лайкаем ее, подписываемся. Это, в принципе, так же, как в телефоне. Кто-то делает это в телефоне, кто-то на компьютере. Это, в принципе, без разницы. Где вам удобнее, там и делайте. Я вообще в Инстаграме часто работаю на ходу. Поэтому, если я не дома, то я, конечно, делаю это в телефоне. Что еще мы в поиске ищем? Какие паблики мы можем искать, группы? Мы, внимание, вот прям внимание, пожалуйста, оставляйте комментарии только в группах, под фотографиями группы или звезд. Не нужно оставлять комментарии обычным людям. Мы вызываем очень сильную агрессию. Мне часто приходили довольно-таки злобные сообщения. Поначалу, потому что мне лепило, долепило. Сейчас я, конечно, уже ищу группы. Вот, например, кулинария мы открываем, оставляем комментарии. Ну, примерно из группы можно, в принципе, 5 фотографий откомментировать. Если нажмем на стрелочку, то там еще будут рекомендации. Вот на эту стрелочку. Я думаю, видно мою мышку. То будут рекомендации. Там тоже есть группы, которые рекомендует данное сообщество. Также звезды. Вот я думаю, Сергей Лазарево абсолютно без разницы. Напишешь ты в комментариях ему, какой он классный, или ты напишешь о своей работе. Он просто не чистит данные комментарии. Просто не пишет, не чистит данные комментарии. Вот. Также, если вы видите, что под фотографией комментарии просто добавляются, ну, каждую там миллисекунду, то не стоит туда оставлять свой комментарий, потому что, ну, просто он убежит быстро. Ну, несколько фотографий пропустите начальник, например, на третью фотографию отправляйте. Так как, когда быстро комментарии появляются, они, соответственно, быстро убегают вверх. И ваш комментарий могут не заметить. Так, я видно. Почему-то ссылка не открывается, пишут, что некорректный адрес. Ссылка с хештегами. Вот, попланировка составила список знаменитостей. Я пользуюсь, можешь и скинуть в чат, но я пользуюсь, например, топ-100 звезд. Вот видите, вот сейчас прям в поисковике топ-100 звезд, и вам выдадут самые популярные звезды. Вы тоже по нему можете пользоваться, либо же составить свой список. Вот, Олеся, ну, давай скинь в чат, а я увижу и скопирую, и скину. А, ссылками на их инсту? Ну, давай, круто. Давай, Олеся, скидывай в чат, я ее скопирую, и тогда отправлю. Вот. Ссылка с хештегами. Нормально, да, все? Открылась теперь, Ирина? У кого еще не открывается? Но я ее продублировала. Также о паблике, например, путешествия, рукоделия, мамы, детки. В скайпе я тоже потом в чате все ссылки по тренингу скину. Так, вот Олеся скинула ссылочку. Держите, это список звезд, я так понимаю. Нет, опять свою скинула. Минутку. Что, не то открывается, да? Что ж ты? Вот, все. Теперь то скинула. Извиняюсь за заминки, но я думаю, что лучше отвечать на вопросы именно по мере их поступления, чем потом в конце просто я не пролистаю весь чат. Напишите плюсики, все понятно, под кого мы оставляем комментарии? Под группы, под звезд? Не удается открыть, я потом продублирую Аин еще в чате тогда, в скайпе. А сейчас пойдем дальше. Странно, но я продублирую потом. Да, Катя, я вижу, что последняя та ссылка, просто до этого я скидывала свою с фиштегами. Под звезд, под группы, под какие-то, может быть, там, видяшки, видеоприколы. Под обычных людей мы не оставляем комментарии. И, конечно же, мы не оставляем комментарии под такими онлайнщиками же, как и мы. Честно, сама порой чищу свой профиль, потому что люди оставляют комментарии, но просто давайте не будем, будем немножечко этично работать и не будем следить на чужих страничках. Все открылось. Хорошо, я потом в чат еще Аин скину, и я думаю, что обязательно откроется. Дальше. Директ, мой любимый директ. Многие в видео пишут, что про инсту делают видео, они говорят, что они в директе не работают, они переходят в контакт. Ну, мне очень много пишут в директе, поэтому я считаю, что директ нужно обязательно обрабатывать, это не сложно. Вот такой у нас значок в телефоне есть, он обозначает директ. Видите, да? Все нашли у себя в телефонах. Когда мы на него нажимаем, у нас появляются сообщения. Я думаю, прекрасно видно, сколько сообщений видите, да, что у меня. Ну, это я старый показывала. И показала вам аккаунт, сколько сообщений приходит в директ. Вам туда будут писать всякие продажи и выражения. Единственное, что у вас наверху сначала будет, у вас не будет появляться сообщение, пока вы ему не разрешите показаться. Там нужно будет, внизу будет, наверху будет написано, что вам сообщение пришло, вы нажимаете на них и показать. Я спокойно отвечаю. Единственное, в директе не проходят ссылки, поэтому переводим либо ВКонтакт, либо также переводим в Скайп на собеседование. Я пользуюсь, вот сейчас покажу вам алгоритм. Алгоритм, который я пользуюсь, это Dealing Blog. Я не знаю, кто-то, может быть, еще им пользуется. Шикарный блог. Как-то мы его забыли пиарить. Но я беру алгоритм именно оттуда, и там, в принципе, много фишечек для работы. Пользуйтесь на здоровье. Данный алгоритм я скопировала себе в заметке на телефон, и в директе я пользуюсь именно этим алгоритмом. Единственное, что там в алгоритме приглашают только на планировку, я еще, ой, на презентацию я еще дописываю, что мы также можем пообщаться в голосе с Скайпом, голосом в Скайпе. Вот, также вы раньше видели, да, что у меня в профиле на пятый день я ставлю статус, и в сайте, где нужно ставить сайт, я ставлю свою страницу на контакт. Эта страница у меня чистая, в плане том, что она у меня рабочая, там нет информации про Айфлэйн. Там чистая информация по работе. У меня там стоит рабочий статус, и люди, которые приходят по этой ссылке, они попадают на мою страницу и ставят крысики к статусу, и это очень тоже удобно, это мои помощники. Также у всех на телефоне, вот можете сейчас закрыть приложение Инстаграм и поискать такую стандартную программку, она называется «Заметка». Если у кого нет, то, в принципе, можно в плеймаркете, напишите плюсики, у кого есть в телефоне программа «Заметка». То, что если на компьютере мне удобно пользоваться губом, все у меня так, все так, все так. Все, что, свои комментарии написала я именно их заметку. Сохраняю. Вы знаете, что сейчас мы, все, кто начал работать в институте, новым способом работаем. Сначала мы пишем 2-4 комментария больших. Дальше плановые крутенько, да, я буду говорить, я это еще скажу. Вот это мой большой комментарий, я его развеселила смайликами. Он у меня сохранен в заметках, поэтому мне очень легко зайти в заметки, скопировать его и дальше отсылать. И дальше идет маленький комментарий. Вот маленький комментарий, он должен быть уникальным. Я его вам, конечно, здесь написала, но я думаю, что не будет никто прям слово в слово смайлик смайлик его копировать и отправлять. Вот таким маленьким, в принципе, комментарием я пользуюсь. Мы отправляем 2-4 больших комментариев и 50 маленьких с каждой странички. Дальше про нормы я еще скажу. Это просто я вам свои помощники показываю, именно про заметки. Но заметки, они должны быть у всех. Я сначала устанавливала какую-то супер-вупер-сложную программу, потом нашла вот у меня Samsung заметки, и я, в принципе, там, видите, да, что у меня в заметках. Я здесь расположила хэштеги, в принципе, с Алениного вот этого файла. Тут разные хэштеги для подписчиков, на тему семья, на тему работа. Дальше у меня вот эти мои два комментария. Раньше у меня было очень много комментариев в Инстаграме, я использовала. Сейчас я сохранила только 2, и ими пользуюсь. И дальше у меня пошло уже, да, подзвезд, Настя, мы оставляем комментарии, подзвезд в пабликах мы оставляем комментарии. Получается, что 4 больших, 50 коротких, 4 больших с каждой странички, 4 больших, 50 коротких. Оставляем подзвезды в группах, ну, в принципе, так же, как вот ВКонтакте, ты же не пойдешь следить под фотографиями обычных людей, ты только в группах можешь рекламу оставлять. Так же и здесь. Мы в поиске ищем какую-то группу, подписываемся на нее, и дальше, получается, оставляем 4 больших, 50 коротких. Да, Кать, это новый способ, Яна рассказала, абсолютно не блокирует, это проверено. Раньше мы оставляли максимум 10, а сейчас 4 больших и 50 уникальных коротких комментариев. В нормах я еще об этом 25 раз повторю, что, ну, потом могу вам скинуть, да, за раз как. Реально за раз. Вот я знаю, что Лиля сейчас, но она только странички обрабатывает, Катарина этим методом пользуется, Маша Ежова начала, не блокирует. Я не одна пользуюсь этим методом, просто очень быстро и шикарно. Единственное, мы заходим в аккаунт, которому уже больше пяти дней, мы отправляем одну фотографию, я так делаю, все ее хэштеги подписываем, и дальше 4 длинных, 50 коротких. Все, ввечу немножко на этом аккаунте, что я активная, захожу на другой аккаунт, 4 длинных, 50 коротких. Что за уникальный? Да просто свой. Смайликов побольше туда напихай, сама его напиши, и смайликов побольше напихай. В том плане уникальный, что ты не копил его у людей, а сделай его самостоятельно, что это будет только твой. Я говорю, смайликами, конечно, может кто-нибудь потом его ископил, но это уже будет другое дело, ничего страшного. Вот, также здесь вы видите у меня полностью Лилин алгоритм. Очень удобно, мне очень нравится пользоваться заметком. Больше я пока не нашла такого метода лучше. Сейчас я немножко расскажу про бренд, что не очень правильно расположила слайды. Ну ладно, расскажу быстренько про бренд, а дальше я расскажу нормы рекрутинга в Инстаграме и те фишки, которые я сегодня обнаружила. Тоже вам о них расскажу. Пыталась записать видео, но немножко не получилось. Инстаграм, как я уже сказала, что это очень удобный для брендирования. Площадка мы просто можем постоянно, мы постоянно с телефоном, мы постоянно можем фотографировать, также там можно геолокацию установить. Такая капелька у вас на телефоне есть наверху и даже будет, где вы находитесь в этот момент, вот мы тогда в Крыму были, да, фотографируешься и сразу пишет там отель Лекс, что вы действительно находитесь здесь. Здесь уже с этой геолокацией не обмануть. Знаете, что вы, многие могут сказать, что, ну вот чем мне себя брендировать? Я же вот никуда еще с компанией не ездил, я вот сижу тут у себя вот дома, да, в своем мелком, маленьком городишке. Я честно могу сказать, такое ощущение было и у меня раньше. Потом я, конечно, съездила в Египет, в этом году я съездила в Тымдру, но теперь-то есть, чем мне о себе рассказать. Вы сами свой бренд. У вас у всех уникальная жизнь, вы уникальны, у вас есть ваши развлечения, увлечения, у вас есть детки, а детки – это вообще ходячее брендирование. Вот моя страничка для брендирования. Здесь я приглашаю друзей с Фейсбук, но я так решила, что мне будет это удобно. Также у меня 113 друзей из Контакта, видите, да, что, ну есть в Инстаграме 113 друзей. На всех я их подписалась, подписаться на всех, связалась с Фейсбуком и Контактом. Когда я выкладываю в Инстаграме фотографию, я автоматически нажимаю, что выложить ее в ВКонтакте. Это очень удобно. Не забываем, что на страницах по брендированию у нас 30-30-30. Это 30% о себе, 30% о работе и 30% о барифлейне. Должна быть во всем стабильность. Вот. Ну, в брендирование вы можете выкладывать вот абсолютно все. Вы с ребятишками катаетесь на горке, а почему не выложить, да, как вот. Вы там, день рождения у вас. Или вы пошли на какую-то прогулку, вы пошли в поход. Даже можете, если не вы там, ну, кто-то из нашей компании, вот когда Оля Мальсова ездила на банкет директора, вы можете выкладывать Олины фотографии, что вот моя коллега там. Когда мы были в Египте, что наша команда ездила на конференцию. А если вы находитесь, вот кто находится в Саратове, так вы там вообще постоянно встречаетесь. Ребят, брендироваться можно всегда. Очень сейчас здорово видеть, когда там Наташа Лямина, Даля Барюханова. И, ну, все вообще потихоньку начинают выкладывать своих деток. И это тоже свои методы брендирования. Это классно. В общем, брендироваться нужно везде и всегда. Люди, многие идут уже на бренд. Вы не думайте, что вы когда вот дойдете до директора, вот тогда я начну брендироваться. Люди вас не будут знать. Начинайте уже сейчас. И когда вы уже дойдете до директора, те люди, которые за вами следили, они уже будут видеть, что вы шли к этому и вы дошли. А когда просто, ну, директор да директор. Ваши друзья будут видеть, что вы с этого маленького уровня дошли выше. Вот, страница в инсте, как я сказала, для брендирования у меня прикреплена к моей основной странице ВКонтакте. Видите, да, что страничка ВКонтакте. Здесь у меня тоже стоит статус. Раньше у меня стоял вот такой коротенький рабочий статус. Сейчас у меня стоит статус о ипосте. Я просто делаю конкурс в своей группе во продукции. И там на ипост людей, да, завлекаю, что подарок за ипост. Вот, поэтому у меня стоит этот статус. А так, также можно поставить рабочий статус. Ну и пусть, что у вас там родственники, друзья на этой странице. Они должны видеть, что вы работаете, когда они тебе не может быть писать за элью, даже если они знают, что вы в Айфлейме многие на этой странице. Все равно у меня нет, нет и появляются плюсики даже от вроде близких мне людей, которые так знают, чем я занимаюсь. Поэтому не бойтесь брендироваться. Вы сами свой бренд. Вы должны это продвигать. Это классно, здорово. И Инстаграм вам в помощь. Одну страничку отведите себе именно для того, чтобы брендировать себя. И сейчас я много чего сегодня сказала. Я сама себя порой не очень понимаю. Но и сейчас я попыталась в нескольких слайдах. Все вот это то, что я сейчас вам наговорила, вам попробую донести более, итог подвести. Первые пять дней мы научились регистрировать страницу, мы зарегистрировали себе. Еще, внимание, вы регистрируете страницу, но не с особым энтузиазмом. Примерно три странички сделали, передохните не пять минут. Полчаса, час, я думаю, стоит передохнуть, потом снова делать страницы, потому как, ну, не стоит совсем-совсем уж грубить Инстаграму. Это ихняя платформа. Все соцсети, в принципе, не рады нашему доступу на их соцсетях, потому как они на этом деньги зарабатывают, а не мы должны. Поэтому сделали странички, отдохнули, потом еще можете делать. Я делаю в день не более пяти страниц. Больше я не искую делать. Сделали страничку, поставили нейтральный статус, загрузили две фотографии в день. Нейтральный статус, вот я написала, да, я люблю свою семью, хорошего всем настроения. И сделали, когда фотки уже загрузили, загрузили, пятьдесят подписок. В общем, на каждой странице вы проделали статус для фотографии, пятьдесят подписок. Итак, первые пять дней. Можно еще лайки поставить обычным людям. Мы не пишем комментарии первые пять дней. Не стоит. Ваши страницы еще модераторы пока за ней следят. Не нужно. После пяти дней мы уже начинаем на странице работать. Вот здесь я написала сто подписок. А, начинаем, когда мы на странице работать. Когда у вас есть уже сто подписок на вас. Не вы подписались на сто человек, а именно на вас подписалось сто человек. У вас есть на странице десять фотографий. И, конечно же, аккаунту пять дней и более. Кать, у меня имя везде одинаковое. В принципе, не блокирует. Странички у меня уже довольно-таки давнишние. Меня не блокирует. Бывает иногда, вот еще я забыла об этом сказать. Ну, можешь и менять. Я иногда пишу Маша Скляренко. Скляренко Маша, Скляренко Мария. Иногда можно и поменять, но в основном у меня одно и то же имя везде. Забыла еще сказать. Иногда бывает такое, что вам пишут, особенно на телефонах это часто, то, что вы на аккаунте сменили пароль. Не пугайтесь. Пишите, забыли пароль. Заходите на свою почту. И, получается, меняете пароль и заново заходите. Но, единственное, советует Яна Бельская, что примерно дня 2-4 с этого аккаунта мы ничего не делаем, если он запросил поменять пароль. Нужно ему дать отдохнуть. У меня, честно, давно уже такого не было, но поначалу было. Не номер запрашивали, а вот именно просили, что я поменяла пароль, не говорили. Я его спокойно меняла. Вот, было так вчера. Вот именно Яна Бельская, она уже давно работает в Инстаграме, говорит, что нужно немножечко подождать. И еще, вот я сегодня не сделала подтверждение на почте электронной. Обязательно делайте подтверждение на почте. Если у вас сменится пароль, то вы не сможете его восстановить, так как телефон мы не ставим, а подтверждение на почте у нас нет, так как почта не привязана. Обязательно делайте при регистрации подтверждение на почте. Даже если вы указываете телефон, вы помните, что к телефону у нас может привязано быть 10 страниц, Потом вы сможете восстановить только одну. Я на этом вначале потеряла порядка 10 страниц, потому что я не подтверждала почту. Вы можете работать точно так же на почте, но тем не менее вы не сможете. То есть на аккаунте сможете работать, но если вас попросят поменять пароль, вы не сможете его поменять. Поэтому подтверждайте почтой обязательно. Дальше. Переходим к рекрутингу. Аккаунт у нас готов, у нас есть 100 подписок на нас. У нас есть к аккаунту 5 дней и примерно 10 фотографий. Ну грубо говоря, каждые 5 дней мы по 2 фотографии загружаем, должно, детская арифметика, получится 10. Что мы делаем в рекрутинг? Дальше мы там, раньше мы подписывались, прям такие вот прям много-много всего подписывались. Сейчас у нас получается этот метод от Яны, тоже Бельской. Каждый раз, когда мы заходим на страничку, каждый день мы загружаем одно фото. Не важно, о работе оно будет или не о работе, или просто ваша фотография, с хэштегами, с подпиской мы загружаем фото. Дальше мы делаем, ну я, по крайней мере, делаю 50 подписок. Каждый день стараюсь делать подписки. Яна, в принципе, говорит, что это не обязательно. Но я почему-то считаю, что на подписки тоже люди идут, поэтому я их делаю. 50 подписок с аккаунта я делаю. И дальше, как я уже сказала, 2-4 длинных комментариев и 50 коротких. У вас должно получиться 1000 комментариев в день. Честно, я вчера, пока слушала Лилю планерку и тренинг, это примерно полтора часа, обработала порядка 7-8 аккаунтов. Считаем, да, если будет 10 аккаунтов, то это 500 сообщений, а нам нужно 1000 сообщений, комментариев. Это получается, что примерно 2-3 часа на это уйдет. Дальше будет быстрее, так как вы руку набьете. И еще легкая, опять же, арифметика. Нам нужно 1000 комментариев, а с 10 страниц это у нас 500 комментариев. Значит, нам нужно 20 страниц для хорошего рекрутинга в Инсте. В принципе, если мы каждый день делаем 5 страниц, то 10-4 дня у нас на создание аккаунтов. Я планирую, сейчас у меня есть как раз, наверное, 18 аккаунтов. Я планирую сделать их 40. Я думаю, всем понятно, для чего. Я почему-то думаю, от такой активной работы по 50 все-таки комментариев в день, они у нас скоро устанут. И я планирую давать отдыхать страницам. Соответственно, 21 день, 20 другой день. Поэтому, если у вас есть такой запал работать в Инсте, я думаю, лучше делать больше аккаунтов, чем 20. Ну, 20 обрабатывать день, 1000 комментариев – это 100% 1-2 регистрации. Причем, видите, как быстро раскручивается маховик. У Катаины уже на сегодня похвасталась, что есть регистрация. А мы начали этим методом работать буквально недавно. Статистика по откликам именно у меня, честно могу сказать, вот именно вот этим методом я работаю буквально 2 дня. Не обрабатывала еще 1000 комментариев, у меня еще пока маловато страниц. 500 примерно получается в день. Ну, наверное, откликов, если сосчитать, в общем, в Директ плюсики в статусах и в ВКонтакте, откликов 20 наберется. Но это, вы понимаете, это всего 2 дня. Если мы раскрутим вот эти маховики, постоянно будем сообщения отсылать, то, я думаю, будет больше. Вот. Такая вот статистика. Сегодня вот я еще не обрабатывала, так как искала всякие видео. И вот сейчас мы к ним перейдем. Сегодня, честно, я научилась записывать видео с экрана телефона. Продублирую еще раз. А я используюсь Лилиным блогом. Вот здесь в блоге есть алгоритм, именно как отвечаем на отклики. Я отвечаю именно так. Иногда что-то немножечко меняю. Я говорю, там, вот на собеседование заводишь, что-то. Но стараюсь отвечать именно по вот этому блогу. Я сегодня нашла, как записывать видео с экрана телефона. Даже я Лили вам скидывала, оно просто без звука получилось. Поэтому я вам не могу его включить. Ну, зачем без звука? Там даже с моим видеопотоком, Оля Мальцева мне рассказала эту фишечку. Просто у Оли почему-то со звуком, а у меня без. Я сегодня еще это додумаю. Хотела записать вам видео по клонам. Но попытаюсь рассказать в слайдах. Существуют такие программки. Мы все знаем, что в Инстаграме с одного на телефоне программы можно зайти в 5 аккаунтов. Но нам нужно 20 страниц. Соответственно, нужно 4 раза из всех страничек выйти. А еще у нас есть страничка для брендирования. Я, например, с нее не очень люблю выходить. Поэтому, ну, немножечко выходить, заходить. Существуют клоны программ на Android. Это не только для Инстаграма можно использовать. Также можно использовать, например, для одноклассников, если у вас не одна страница. Ну, для контакта, для этого я использую картеры мобилы. А для Инстаграма вот я нашла клоны. Лиля тут у меня зародила эту идею. Я вчера искала, вчера наткнулась на другую программку. Писала ее в чате. Но сегодня я убедилась, что та программка, она в принципе с этими клонами абсолютно бесполезна. Заходим в Play Market. И скачиваем вот такую программу. Видите название? Up, клоновый. Очень абсолютно простейшая программа. Она очень маленькая по весу. Она скачивается очень быстро. Мы ее устанавливаем. Здесь у нас есть все программы, которые есть на телефоне. Мы выбираем наш любимый Инстаграм. Вот он, нажимаем на него. Выходит вот такая табличка. Все на английском. Я сначала напугалась, а потом в принципе здесь... Она нам в принципе нужна только для того, чтобы сделать клон. Все. Нажимаем на галочку. Видите, да? Галочку. Вот она. И идет загрузка. Загрузка идет в принципе быстро, идет до 100%. И у нас на телефоне появляется, видите, две программы Инстаграм. Мы можем зайти на здесь на 5 страниц и здесь на 5 страниц. То есть нам не придется выходить туда, мы сразу можем обрабатывать 10 страниц. Чем удобно еще ту программку, которую я вчера нашла, там можно на 20 страниц одновременно зайти. Но сегодня что-то она уже отказалась у меня отсылать комментарии и так далее. А здесь это стандартные обычные программы Инстаграм. В них также можно читать в директ. Вы просто заходите туда на 5 страниц. Из двух программ это 10 и спокойно работаете. Потому что перепишите себе это название, я вот с удовольствием его буду использовать. И еще одна программка по клону. Я тоже ее себе сохранила. Теперь у меня на телефоне одновременно запущены 15 страниц. Я еще очень хочу разобраться, потому что в видео Яне девушка рассказывала, что можно сделать несколько клонов на одной программке. Но я вот смогла сделать только один клон. И еще загрузила вторую программку, тоже клон. Называется она вот так. Видите, да, вот здесь название. Параллель. Вот, тоже ее вводите в этом. В плей маркете. В этом все. Заговариваюсь. Нажимаете, получается клон приложения. Вот здесь у меня уже нет Инстаграма, потому что я уже его спланировала. Выбираете Инстаграм, Одноклассники видят уже, что я спланировала. Все. Здесь буквально в секунду у вас появляется вот здесь Инстаграм. Одноклассники. Единственное, если в той программе, то у вас уже в приложениях прям появляется вторая кнопочка на Инстаграм. Здесь вам нужно будет зайти в эту программу, нажать Инстаграм. И обычно загружается, как обычный Инстаграм, это еще плюс 5 страниц. Вот сегодня я одновременно загрузила 15 страниц на телефоне с этой программкой истории. Мне показалось, что очень удобно. Так что вот такие программы-клоны я нашла. Я еще буду искать. Я же неугомонная. Я хочу все-таки найти, как сделать несколько клонов с одной программы, чтобы совсем уже не загружать телефоны. У меня и так уже бедно. С ума сходят от моих экспериментов. Если что-то еще будет непонятно по этим клонам приложений, то вы пишите. Если вообще сейчас пока я здесь, вы пишите вопросы. Дальше. А, ну все. Все методы рекрутинга работают. Абсолютно все. Инстаграм не исключение. Я очень долго его боялась и очень долго выходила на него. Но сейчас я понимаю, что это классный метод. С ним реально растут. Поэтому методы работают все. Но у того, кто работает. Тот, кто будет выполнять эти действия, они очень несложные. Знаете, штамповать одни и те же комментарии. Только немножечко подумать, куда их оставлять. Не простым людям, а именно на паблике, на звезд. Просто, когда Яна тут видео записала, включить мозги перед рекрутингом. И очень быстро все получается. И как я обещала, я хотела вам включить видео. Эту программу я, честно, еще не скачивала себе. Но я думаю, раз Яна ей работает, она работает. Мне тут Лиля задала вопрос, что делать, когда запрашивают номер телефона. Мы знаем, что на один номер телефона можно приделать 10 страниц. Но, тем не менее, Яна записала видео программу, в которой мы можем бесплатно пользоваться номерами телефонов для Инстаграма. Сейчас я вам его поставлю. Тоже посмотрела Яну. Но, кто не видел, я поставлю. А вы пока пишите вопросы в чате. Если они будут, то я еще на них постараюсь ответить. А, забыла. Нужен самый главный вопрос, пока я не ушла. Установила клон. Ну, круто, Олесь. Я буду очень быстро устанавливаться. Напишите мне обратную связь. Было ли вам сегодня мой тренинг полезен? Понятно ли я все объясняю? Узнали ли что-то новое? В общем, жду обратной связи в чате. Очень надеюсь, что не просто мы так с вами потратили час времени. Все научимся покаять Инстаграму. Так, представлюсь, да? Меня зовут Яна Бельская. Я в открытом звании директора. И сегодня представляю две темы. Но по порядку, да? Первая тема – это Next Plus – бесплатные номера для Инстаграма. Да, доброе утро, доброе утро, доброе утро. Когда мы с Олей вчера были на пляже, мы, в принципе, речь зашла о том, что нужно как бы рассказать еще раз, обновить информацию о том, как бесплатно получать номера в Инстаграм. Об этом я расскажу в первую очередь. Ребят, на самом деле, Next Plus – вот просто супер-приложение. Оно очень удобное, несмотря на то, что оно не русифицировано, да? Но просит пользоваться им легко и просто. Да, в 7 утра на пляже с Ольгой. Вот. Я просто дублицирую своих вышестоящих спонсоров, делаю все, как они. Ладно. Давайте про Next Plus. Итак, пользоваться приложением легко и удобно. Вы просто скачиваете его в App Store, да? Либо на Андрюш, там, в своем плей-маркете. У вас вот такое зеленое окно выйдет. После этого вы нажимаете Sync Up кнопку. У вас выходит окно с информацией о себе. Вы забиваете всю информацию о себе и пишете свою почту. Вот здесь написано конкретно «Моя информация о себе» плюс пароль. После того, как вы ввели все данные, вы называете опять Sync Up. У вас появляется вот такое вот замечательное окно. Сразу говорю, что в английском я вот раз в 17 пыталась учить английского, но так как это всего лишь были мои жалкие попытки, и произношения у меня а-ля русско-китайско-никакие говорящие. Так что простите за мой французский. Итак. Хороший тренинг. Переходим дальше, да? У вас появляется, после того, как вы заполнили всю информацию о себе, у вас появляется такое окно. Вы нажимаете на стрелку. Я здесь красным выделила, да, на информационный блок. После этого у вас появляется ваш профиль. Но ваш профиль появляется, естественно, вы же фотографии не загружали, да, вот в таком виде. И номера здесь нет. Для того, чтобы получить номер, чтобы его пользоваться им в Инстаграме, вам нужно всего лишь пройти вот по этой ссылочке. Tag to get your free and exclusive number. Вы нажимаете на эту кнопочку, и у вас выходит поле. Поле здесь можно выбрать любую страну. Ребят, почему здесь разные страны, вообще не знаю, без понятия. Я просто выбираю наугад любую страну, любую страну. Например, вот здесь Арканзас, да, я выбрала. После этого он... А, Колорадо я выбрала. После этого он предлагает номера. Что это за номера? Просто любой наугад выбирается. Любой наугад. Я выбрала 970, да. Колорадо 970. После этого выходит окно, вот такое вот, да, тоже все нейрофицированное. Я нажимаю нижнюю кнопку, да, do a recapture instead. После этого у вас запрашивает робот вы или нет. Вы просто подтверждаете, что вы не робот. Вам какое-то будет задание, там, найди еду на картинках, отметь, там, я не знаю, коров на лугу. Вы выбираете это, отмечаете, и после этого у вас уже появляется номер. Ваш номер, которым вы можете пользоваться. Итак, этим номером можно пользоваться от 3 до 7 раз в Инстаграме. Но в зависимости от промежутка времени. То есть если вы один раз воспользовались в Инстаграме, три раза воспользовались в течение пяти минут, четвертый раз он вряд ли вам, да, этот номер снова в Инстаграм вставит. Но если вы через неделю обратитесь к этому номеру, вы можете повторно запросить этот номер. Еще эти номера можно ставить на повтор. То есть если вы все правильно записали здесь все данные, вы их сохранили, то вы заново можете войти в этот номер и заново попросить повтор номера. То есть такая функция в Next Plus есть. Очень удобно и просто пользоваться Next Plus. Вот когда я стартовала, да, у нас не было бесплатных площадок для номеров в Инстаграм. Новички, вот у вас все возможности. Мы даже нашли программу, которая бесплатные номера дает. Берите и делайте. Чуть геморрнее, чем платные номера, чуть дольше, да. Но тем не менее, все бесплатно. Берем и делаем. Элементарно, да. После того, как вы хотите снова получить новый номер, вам нужно выйти в меню, нажать кнопку Setting и нажать кнопку Thank You. И все, заново пройти весь этот путь. Вам подойдут второй номер. Регин, так, 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 Оль, номер приходит вот здесь вот в шапке, он будет над номером стоять, ну, для подтверждения номер. Продолжение следует...